Дорогие друзья, теперь уже под запись. Здравствуйте, здравствуйте все эти прекрасные города и страны, что вы перечислили в чате. Добрый день, добрый вечер, доброе утро у кого-то уже. Очень рад вас видеть, пусть пока еще в виде букв, но у нас с вами будет возможность познакомиться поближе в рамках курса, который я сегодня рекламирую. Это открытая бесплатная лекция перед курсом как писать прозу искусства истории. Я буду одним из преподавателей на этом курсе, я буду рассказывать про то, как создавать героя, различные трюки и про то, как выстраивать вам будут. Но помимо меня там будут много хороших людей. Яна Вагнер, Юрий Каракур, Светлана Сачкова и другие. Короче, записывайтесь, в этой презентации будет ссылка, а в конце будет еще и промокод, но я вам его не скажу, пока вы не дослушаете до конца. Короче, друзья, записывайтесь на этот курс, а сегодня мы будем говорить про наблюдение. Зачем мы наблюдаем? Вот, кстати, кто я такой, собственно? Ну, тут какие-то на слайде перечислены достижения, которые сейчас, спустя год войны и вообще по прошествии времени, кажутся не такими уж важными. Важно что? Важно, что я, как и вы, пишу книги. Я продлинулся на этом пути, может быть чуть дальше, чем вы, но я по-прежнему в поиске. И по-прежнему просыпаюсь так же, как многие из вас, с ощущением, а не говно ли я? Вот, а нужно ли вообще продолжать писать, когда такое творится? Заканчиваю день с ощущением, бывает такое, что опять не написал ни строчки, жизнь просто зря. Ну, короче, у меня есть все те же проблемы, что есть у начинающих писателей. Потому что, на самом деле, начинающий писатель от продолжающего отличается только возрастом, числом морщин и разочарований. Но, кроме того, у продолжающих писателей есть какой-то набор трюков, умений, навыков, которые, ну, просто на каком-то бессознательном уровне помогают нам держаться неплом. И вот об одном из этих навыков я буду с вами сегодня говорить. Наблюдение. Зачем мы наблюдаем? Ну, казалось бы, это обычное дело. Спрашивать, зачем мы наблюдаем? Все равно, что зачем мы дышим? Да, мы же наблюдаем в фоновом режиме. Да, вот у меня занавеска, стена, лампочка. Пронаблюдал. Пять плюсов. Но есть такое неосознанное наблюдение, есть осознанное наблюдение. Так же, как есть дыхание, которым мы дышим каждый день, каждую минуту, а есть дыхание, знаете, как на йоге. Медленно вдыхаем на четыре счета, ну или сколько там. Осознанное наблюдение существует так же, как существует осознанное дыхание. Вообще, у писателя есть огромное преимущество. В отличие от гимнографиста, театрального работника, художника даже, он может сидеть на попе ровно, ему другие не нужны. Он может творить в одиночестве. Это и преимущество, и проблема. Писатели часто становятся интровертами, сидят у себя в пещерах, в башнях слоновой кости, в других изолированных строениях и страдают от одиночества. Поэтому проза, действительно, проза, поэзия, все жанры, одинокое занятие. Но я прошу вас писать не руками, я прошу вас писать ногами. И в конце этой встречи я попрошу вас выйти на улицу вашего города Самары, Петербурга, Барселоны, Тель-Авива, Лондона и так далее. Выбрать прохожего и проследовать за ним, внимательно за ним наблюдая. Это не нужно будет делать прям сегодня вечером, но это часть задания. Задание чуть позже. Итак, зачем же мы с вами наблюдаем? Первое, чтобы утешиться, уходить в детали, нормальная реакция на стресс. Кто переживал утрату близких, прекрасно знает, что в какой-то момент мы рвем на себе волосы, а потом, ну, просто начинаем рассматривать рисунок на обоих, да, и следим за тем, как вот этот вот цветочек, да, как-то колеблется на ветру. Мы уходим в детали, чтобы не переживать так сильно. Мы будем старые, когда мы будем усталые, когда мы будем исписавшиеся. У нас будет память, у нас будет весь этот прекрасный набор наблюдений, что мы видели, слышали, вдыхали за всю жизнь. Поэтому, пожалуйста, я очень вас прошу, как только вы что-то пронаблюдали интересное, заслуживающее внимание, на мой взгляд. Не делитесь этим сразу со всем миром, не опустите это в тикток, инстурум, в фейсбук или где вы там сидите. Заводите специальный дневник. У многих крутых писателей были классные дневники. Не у всех. Например, читать дневник Пушкина – это просто ужасное разочарование. Он там пишет в основном про то, косо на него посмотрел царь-батюшка или не косо. Очень суетный дневник. Но у Чехова, у Вагина, не знаю, у американских писателей прекрасные, прекраснейшие писательские дневники, в которых можно найти много наблюдений, прежде всего. Каких-то записанных сцен, диалогов и так далее. Поэтому пишите, записывайте все в дневничок. И, наконец, третья причина, почему нам, как писатель, не только как human beings. Как писателям нужно наблюдать это, чтобы не делать фигни. Чтобы нормально описывать, как люди разговаривают, ходят, обнимаются, плачут, умирают, убивают друг друга и так далее. Делают повседневные и не очень повседневные вещи. Если мы недостаточно насмотрены или нас слушаны, мы начинаем изобретать различные красивости. Вот моя любимая цитата из одного из потоковых текстов. Когда-то я в Бенде ее прочитал. Жидкое золото строилось у нее между колен. Что вы думаете, описывает автор? Автор описывает так. Девушка сидит, сплонив золотые, видимо, блогинистые волосы. Выглядит просто ужасно. Почему? Потому что человек, автор начинающий, не присмотрелся к тому, как сидят девушки длинными волосами. Если бы он пошел и пронаблюдал это, такого бы не было. Когда нам с вами не хватает реальных картин, реальных наблюдений визуальных, начинаются все вот эти вот красивости, все, что мы называем или не называем, но воспринимаем инстинктивно как литературщины. Если не хватает реальных звуков, начинается стилизация. И тогда у нас наши герои начинаются, заикаться, кашлять, картавить, говорить, ой, милок, в наше это время. Самое ужасное, что может случиться с вами, это попытаться стилизовать старческую речь, не послушав хотя бы одну запись разговора с пожилым человеком. Другая ужасная вещь, которая с вами может случиться, это попытаться стилизовать под молодежный слен. Это ужасно будет. Если придумывать это из головы или вычитывать это из соцсетей, например, потому что сленг в соцсетях и сленг в реальности, в трехмерной имею в виду реальности, он очень сильно отличается. Короче, герой идет окрыленный или мечется куда-нибудь кабанчиком только в одном случае, если автор не знает и не может описать, как именно и куда герой идет. Короче, хватит стилизовать, просто прислушайтесь, чтобы не стать героем вот из этой истории, которую я вывел специально на экран. Это из паблика ШКА. Очень хорошее, смешное место, хотя автор, по-моему, переживает из-за войны, депрессии, и там сейчас прям очень мрачные мены пошли. Друзья, вместо тысячи слов моих я хочу послышать тысячу ваших слов. Я хочу, чтобы вы мне прямо сейчас рассказали, что хорошего, что интересного, что заслуживающего вашего писательского внимания вы видели в последние дни на улицах ваших городов. Я, например, я могу начать, если хотите. Я живу в Вильнюсе, я живу в старом городе. У нас направо такая вся пряничная европейская красота, а налево тьма, вокзал и черти. Это случается со старыми городами. И периодически слева направо, мимо дома, проходит старая хромая проститутка. Я не думал, что такие герои встречаются в реальности. Я думал, что это из литературы. Но нет, она это очень пожилая, очень всталая женщина. Такая в ней вся скорбь на лице. И она ходит с палочкой, периодически к ней подходят клиенты, возят ее на красивых машинах. И она гуляет просто по улице. И сегодня я видел, как к ней подошла абестинская, кажется, кошка. Короче, это три тысячи долларов такие вошеннички. И запрыгнула к ней на руки. И вот эта старая хромая проститутка общалась с этой прекрасной кошкой о чем-то там. И это была очень умиротворяющая картина. Я понимаю, что за этой картиной прячется чудовищное социальное расслоение и несчастная жизнь и так далее. Но сама по себе, если вот брать ее в солнечный день, особенно, посмотреть на это, это очень интересно. Теперь буду читать вас. Некоторые ваши наблюдения постараюсь зачитывать вслух. Поскольку вас очень много, я все не успею. Так, 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 так. Вот, не пройди, пожалуйста. Валерия, это очень мило. Меня таковали голуби и чайки, когда я вышла на обед, а женщина, гуляющая с собакой, посмеялась сказать, что я женщина с голубями из фильма «Один дома». Это «Один дома-2», «Один дома» в Нью-Йорке. Класс. Видела, как две семьи стояли с шариками и срались на всю улицу. В смысле, с воздушными? Вы где-то на юге, да, наверное, Марина? Здорово. Ксения, прекрасно. Это просто готовый рассказ. Из окна дома с табличкой «Дома» простого порядка выглянула женщина с фенгалом на лице. Точка. В печати. О, Елена, крутая социальная реклама. Велосипед, прикованный к мосту на Миланском канале на Вилье для привлечения внимания к росту числа наездов на велосипедистов со смертельным исходом. Прикольно. Я видел совершенно невероятный маленький темно-зеленый автобус с ножом для чистки снега по виду, как из параллельного мира. А можете его чуть конкретнее описать? Потому что невероятный и из параллельного мира – это очень общо. Вот какой он был, какой именно. Но круто. Лежу в роддоме, наблюдаю за лесом, за окном. Позавчера я видел белку, которая ела из птичьей кормушки. Кристина, вот вы, как никто другой, понимаете про важность наблюдения. Если у вас окно осталось, канал коммуникации, то все, что происходит в окне – это очень важно. Здорово. Видел мужчину на крыше пятиэтажки. Кажется, он сидел и о чем-то мечтал. Встретилась в кафе у Порт-Олимпик в Барселоне. С недавно релацировавшимся другом. Он жаждал общения. Я слышал его свежую русскую речь. Вот все эти словечки – крутяк, кенты. И какая-то особенная интонация, присущая только русским баринам. Какой подарок был для моих эмигрантских ушей. Слушайте, крутяк и кенты. Я, правда, недавно уехал из России, но последний раз я слышал лет 20 назад. Он какой-то очень ретро-мужчина. Как будто он играет этого русского барина в кино. В городе Энгельс мне очень нравится, что водопроводные трубы не закопаны в землю, а висят прямо в воздухе. Так рассекают пространство. На них сидят бездомные кошки. Аркадий, в городе, где я вырос, на севере, в Онеге, так же, только я не уверен, что это водопроводные. Мне кажется, это отопление или что-то. Да, такие арки. И на них сидят кошки. Похолодало. Деревья в городе стали хрустальными. Анжелика, это очень красиво. Видела тень черта на стене. Оказалось, всего лишь кот. Юля, мы же знаем про ваше отношение с темным миром. Вы можете туда водить экскурсии. Круто. Белок на катке видела. Они иногда выбегали на лед, и у них получались пируэта, как у опытных фигуристов. Боже мой, как здорово. Оксана, привет, малышуйка. Вау, вот это да. Я, кстати, не был ни разу на малышуйке. Туда фиг доберешься. И за ней иди даже. Но. Девляки. Поезд, выезжающий из тумана, как будто из другой реальности. Полина. Ангел Полина. Давайте это все тоже сохраним в чате и отдадим потом мне. Потому что уже из этого можно написать книгу. Друзья. Вот опять же, читал бы и читал бесконечно. Потому что некоторые ваши наблюдения, они как завершенные рассказы уже. В них случилась история. В них виден характер вашего героя и перемена какая-то, случившаяся с ним. Это прям очень круто. А некоторые просто такие окошечки для меня в ваш мир. Это очень здорово. Это очень здорово. И представьте себе, что вы бы сейчас сели и начали сочинять что-то. Про, знаете, как заставляют в школе. Любимый край. Люблю тебя. И так далее. Наблюдение. Это всегда круче, чем воспоминания. Вообще-то говоря. И наблюдение. Это всегда вот такое свежее, непосредственное. То, которое еще у вас на глазах и в носу не остыло. Оно всегда лучше, чем что-то, что вы придумаете из головы. Спасибо вам большое за эти 50 или 100 путешествий, что я с вами совершил. И старайтесь, пожалуйста. Это совет. Он такой дурацкий, но он абсолютно железно действующий. Старайтесь каждый день за чем-нибудь понаблюдать. Вот как вы мне сейчас рассказали про шарики, автобус, белок. Неважно, про любую фигню. Потому что это не фигня. Это жизнь во всей ее полноте. Старайтесь каждый день что-нибудь себе записывать. Ну, хотя бы в голову, но желательно в специальный блокнот. Google Doc или чем вы пользуетесь. Это очень хорошая, простая писательская привычка. Вы знаете, часто спрашивают, как вообще писать, чтобы писать. Как сделать это своей, ну, не то чтобы профессией, в смысле деньги зарабатывать, а как это сделать своей рутиной. Как не бросать начатое. И люди часто дают советы. Пишите обязательно тысячу знаков, две тысячи знаков, пять тысяч знаков в день. Нет. Я считаю, что это неправильно. Но каждый день вы должны быть писателем немножко. А это значит, не обязательно писать. Быть писателем это значит анализировать, общаться, читать и наблюдать в том числе. Поэтому будьте каждый день писателем. Записывайте чудесные моменты вокруг себя. И это первый шаг. Даже не первый шаг, это большой шаг в писательстве. Вот. Смотрите. Но тут есть опасность. Как работает бытовой взгляд? Мы переходим от наблюдения сразу к интерпретации. Да? Ну, вот. Каблуки, чулки, помада, юбку короткую надела, проститутка. Капюшон, красные глаза. Наркоман. Вот так же и я, наблюдая за абсолютно реальной проституткой, которая ходит по соседней улице. Я же сделал этот вывод не просто, посмотрев на нее, я изучил ее рутину ежедневную, проанализировал передвижение. Ну, потому что в окно сидит. Вот. И только потом определил ее. Но люди склонны к скоропалительным выводам, потому что, в принципе, наблюдение, способность что-то наблюдать, дана нам эволюцией, чтобы мы быстро принимали решение. Кот видит птицу, кот прыгает за ней, подождав, может быть, некоторое время. Мы ничем не отличаемся от кота. Но наша задача, как писателей, разорвать эту связь между наблюдением и интерпретацией. Мы должны прервать этот механизм, которому миллионы лет эволюции расположили наш мозг. Мы должны наблюдать, не интерпретируя, не принимая решения, не анализируя. По крайней мере, это первый шаг к хорошему писательскому наблюдению. Как работает бытовой взгляд? Он работает вот так. Наблюдение простой интерпретации. Как работает взгляд писателя? Он разрушает привычные механизмы реакции. Мы не ставим выводы. Мы не делаем выводы. Мы ставим вопросы. Вообще говоря, мы же с вами автоматы. Жизнь требует от нас... Я не знаю, где именно вы работаете. Но повторение пройденного, постоянного повторения каких-то процедур, автоматизация каких-то процессов. И это нормально. Мы просто не выживем, если будем каждый раз задумываться, как именно нам чистить зубы. Или как именно нам водить машину. Или как именно нам выполнять какую-то рабочую задачу. Автоматизация – это спасительный механизм. Но писать на автомате, наблюдать на автомате, придумывать на автомате нельзя. Иначе получится хрень полная, а не литература. Получится шаблонная литература. Точнее, копирайтерам можно, да? Мясникам можно, потому что это спасительные, опять же, вещи в их профессии. Но писателям, писателям художественной литературы нельзя ни в коем случае. Так, мне пишут, что тихий звук в трансляции. У кого-то еще тихий звук? Спасибо. Ольга, поднимите у себя что-нибудь. Покрутите колесико. Хорошо. Смотрите, я хочу с вами перечитать один рассказ Пелевина, знаете? Вообще говоря, конечно, ужасный списавшийся человек, потому что эти годовые контракты с моей обязанностью писать одну книгу раз в сколько-то времени – это ужасно. Это галеры, даже вот такой вот писатель, как Пелевин, не избавлен от этого. Но когда-то, лет 30 назад, он был очень хорош. Посмотрите, у него очень интересная ранняя проза, и даже небольшая проза, типа «Амон Ра» или «Затворник и Шестипалова», а вот совсем маленькие рассказики, объединенные в сборник «Синий фонарь». Но я хочу вспомнить другой его рассказ, называется он «Зигмунд в кафе». Он как раз про наблюдение. Может, вы его читали? Он был 93-го года, кажется. Ну, короче, кто любит Пелевина, скорее всего, его читал. Довольно известный рассказ. Итак, «Зигмунд в кафе». Смотрите, значит, есть некое венское кафе, Вена, и в Вене сидит Зигмунд. Ну, понятно, какой именно Зигмунд жил в Вене, мы же все знаем, да? Догадываемся, что это Фрейд. И вот некий Зигмунд сидит в кафе и наблюдает за тем, что в этом самом кафе происходит. И вот как он наблюдает. Я цитирую. Мужчина снял плащ, повесил его на крючок, а потом попытался нацепить шляпу на одну из длинных деревянных шишечек, торчавших из стены над вешалкой. Но промахнулся, и шляпа, выскочив из его руки, упала на пол. Мужчина что-то пробормотал, поднял шляпу, повесил ее все-таки на шишечку, засуетился за спиной у дамы, помогая ей снять шубу. «Ага», – сказал Зигмунд. Зигмунд продолжает наблюдать. Мальчик поднял голову и погозил сестре кулаком, в ответ на что она открыла рот и показала ему язык. Она держала его высунутым так долго, что его можно было, наверное, рассмотреть во всех подробностях. «Ага», – сказал Зигмунд. «Но мы с вами уже видим, на слайдах, может быть, не видим, но если читать рассказ, становится понятно, что Зигмунд подмечает только длинные и вытянутые предметы, шишечки, язык и так далее. Понятно, он же Зигмунд и живет в Фене, он же, кажется, Фрейд. И дальше, тем дальше, тем эти предметы копятся, копятся, и реакция Зигмунда становится все более страстная. Он восклицает «ага», потом начинает кричать «ага», 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 пока на него не обращают внимания посетители кафе. И оказывается, конечно же, что Зигмунд – это попугай. Просто обычный попугай, одноименный с Фрейдом, который просто делает свой попугайский звук «ага». И дальше там заканчивается каким-то таким типичным пелевинским нравоучением, потому что оказывается, что попугай обгадил свою клетку, и один из посетителей говорит, ну, это же его клетка, а не ваша, ему в ней жить. Мораль Пелевина очень простая. Он стебется, разумеется, не над самим Фрейдом, а над очень примитивным пониманием Фрейдизма, когда люди ищут везде сексуальный контекст и фаллические символы и конструируют мир вокруг себя, исходя из таких вот, например, принципов. Как говорил какой-то философ, когда у тебя в руке молоток, все вокруг гвозди. Так вот, когда мы с вами наблюдаем, как обычные люди, мы превращаемся в такого вот Зигмунда. Мы сразу переходим к выводам. Две длинные струи дыма, одна из которых проходит сквозь Кольцова. Понятно, что это же член. Но нет, иногда банан. Это просто банан, как было в другом фрейдистском анекдоте. Короче, давайте не будем Зигмундом, а будем наоборот, Наташей Ростовой. То я имею в виду, наверняка «Войну и мир» вы перечитывали очень давно. Я целиком ее читал, наверное, лет 20 назад. Но в «Войне и мир» вообще-то на самом деле крутой текст. Если вы перечитываете взрослыми глазами, в школе нам, конечно, совершенно отбили любовь к хорошей классической литературе, там есть одна сцена, которая известна как у литератороведов Наташи в театре. И это, собственно, Наташа Ростова приходит в оперу и наблюдает. Она первый раз в театре. И она описывает, мы видели это ее глазами, и вот так вот примерно так, на слайде Толстой описывает, что она видит. Я не буду это цитировать целиком, потому что это очень занудно. Но суть в том, что Наташа не понимает, что перед ней, или не до конца понимает, что перед ней спектакль. И она сосредоточена на механике, на деталях. Кто куда пошел, кто что сделал, она описывает это чисто механически, потому что она видит это в первый раз, и ее мозг еще не научился организовывать это в единое целое, в художественное произведение. Целое. Великий мой любимый литератровед Виктор Школовский лет пятьдесят спустя, после войны и мира, формулирует такой термин «остранение». Не «отстранение», а «остранение», делать что-то странным. И он приводит этот пример, Наташа Ростова в театре «Войне и мире», как классический пример «остранение». Мы делаем глазами при помощи Наташи Ростовой странным эту сцену. Мы делаем ее, как в первый день творения, потому что Наташа видит ее, как в первый раз. И это один из способов, которые впоследствии будут использованы. Например, Платонов или Хармс, ну то есть лучшие в русской литературе, они будут, оно будет брать какое-то привычное целое и разлагать его на элементы. И когда мы присматриваемся к этим элементам, все становится очень странным. Это, наверное, похоже на картины сюрреалистов. Они пользовались немножко другим методом, но вспомним, не знаю, Магрита, помните, да? Это чувак, который рисовал людей в одинаковых черных шляпах и еще яблоко любил, пихать в разные места. Помните? Человек вот с яблоком вместо лица. Мы берем какой-то объект неожиданный и вставляем в очень привычное, в очень фотореалистично нарисованную картину просто случайный объект. И мы заново смотрим. И на это яблоко. И до этого человек, которого мы вот так вот сочетаем с яблоком. Будете в Брюсселе, обязательно сходите в музей Магрита. Это крутая, крутая вещь. Так вот, друзья, я хочу, чтобы вы сейчас побыли Наташей Ростовой в театре. Смотрите. Недавно, буквально вчера, я был в огромном ангаре с другими людьми. Это задание. Прямо сейчас его можете сделать в чатике. Я читаю с экрана. Внимание на экран. И у каждого человека в этом ангаре было что-то вроде детской коляски. Но они были такие большие из пручьев остальных. И детей не было в этих колясках. А там были съедобные вещи, засунутые в различные пакеты и банки. И так далее. Я взял тоже коляску, потому что так принято в этом месте, чтобы не выделяться. И тоже стал класть в нее различную еду. И ее было много. Там был целый коридор из мяса. Например. Вообще-то говоря, очень страшно. Елена, вы в этом месте прямо сейчас. Бегите оттуда. Немедленно. Короче. Расскажите, пожалуйста, про странное место, где вы побывали недавно. Или, может быть, прямо сейчас находитесь. Ну, вы поняли. Вот расскажите так же, как я вам рассказал, про свое странное место. Спасибо. 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 Мне нужно пытаться какую-то великую литературу создать сразу. За минуту это не получится. Просто фигачка. Анна. Большое замедленелое пространство. Люди двигаются необычно по направлениям и указателям. Движения у некоторых осторожные, у других техничные, четкие. Зачем же они там, Анна? Боже мой. И это там белки еще, кажется. Идешь носом в дверь, чувствуешь тяжесть тела на бедрах. Вот потолок очень высоко по отношению к ширине помещения. Такой, как гроб вертикальный. В принципе, можно локтями опереться в стены. Но, в общем, непонятно зачем. Марина. Хорошо, что выбрались. Хорошо, что выбрались. Я пять дней в неделю бываю в отчественном месте. Как минимум, два раза в час им играет музыка. И сразу начинается суета. Крики гам. Некоторые лежат на полу. Потом встают. Надевают большие предметы на плечи. Куда-то идут. Чтобы его подкинуть, нужно прижать карточку к автомату. Только потом выйти. Юля, я реально не понял, что это. Видите? Может, я давно не был в этом месте. В подземной пещере сумасшедшие толпы пытаются втиснуться в механические коробки с грохотом, а начащие их в темноту. Ирина, так это про нашу жизнь. От рождения до смерти. У нас нет ни подземелья, ни коробок. Хотя периодически есть разговоры, чтобы построить это. Но я даже начал скучать. Я каждый день оказываюсь запертым в маленьком помещении, которому веряю свою жизнь. То опускаясь на самый низ, то взмывая высоко над землей. Татьяна, вот опять же, про человеческую жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok Класс! Друзья, я все не смогу прочитать. Вы читайте друг друга только обязательно. Заглядывайте в чат. Это очень интересно. Мне кажется, можно какой-то сборник хорроров просто по вашим заданиям делать. Очень здорово. Смотрите, вот, казалось бы, шутки шутками. Трюк элементарный. Но обратите внимание, как в каком-то смысле у кого-то забавно получилось, а у кого-то прям страшно и многозначительно. Так и работает у остраняющий взгляд, взгляд писателя. Мы подмечаем непривычное. Но смотрите, мы избегаем интерпретации в данном случае. Мы не делаем, мы не называем что-то. Это супермаркет. Это метро. Это лифт. Это туалет. Нет. Мы ищем слова так, чтобы читатель увидел супермаркет, это туалет, это петро. Увидел, как в первый раз. А для того, чтобы читатель увидел это, как в первый раз вы сами должны это увидеть, как впервые. Друзья, я хочу дать вам задание. Это необязательное. Это скорее практика, чем домашка. Эту штуку нужно практиковать так же, как нужно записывать. Ну, не нужно, а желательно записывать что-нибудь себе в блокноте. Придите, пожалуйста, в какое-то привычное место. В место, куда вы ходите. Если вы любите кофейку попить, как я, придите в кафе. Если вы ходите в офис, придите в свой офис и побудьте Наташей в театре. Побудьте Женей и бабушкиным в супермаркете. Побудьте Мариной в туалете. Разложите привычное целое на детали. Посмотрите, как на самом деле взаимодействуют люди, механизмы, пространство в том месте, которое, кажется, изучено вами уже полностью. И это очень хорошая практика. Такая дзен практика. Вариация упражнения этого. Это глухая Наташа в театре. Я когда-то, много лет назад, учился на театроведческом факультете в Питере. И один из преподов заставлял нас ходить на спектакли с затычками в ушах. Мы думали, что за глупости. Но вообще-то говоря, задача была классная. Он учил нас таким образом не слушать пьесу, не слушать знакомый нам текст, а попытаться анализировать другой текст. Текст, который мы видим прямо сейчас перед глазами. Текст спектакля. И да, мысль действенна. Совершенно верно, Сергей. И потом мы должны были, вот прям как Наташа Ростова, прям вот тупо очень описывать. Этот актер пошел туда, этот сделал то-то. Мы не должны были интерпретировать. Аркадина в этот момент почувствовал. Нет никакой Аркадины. Есть актриса, исполняющая роль Аркадины. И она делает конкретно вот эти вещи на сцене. Короче, перекройте один из каналов восприятия, чаще всего слух, да, и с затычками в ушах. Не с наушниками, да, именно должна быть тишина. Или наушники с шумоподавлением, классная вещь. Придите куда-нибудь и попытайтесь почувствовать это без звука. Или наоборот. Закройте глаза и погрузитесь в ваши аудиоощущения. Или, ну это уже для, это вообще кунг-фу высшего уровня. Закройте и глаза, и уши, и вдыхайте это место. Не так много людей воспринимает мир через запахи или через вкусы. Но если вы такой человек, то у вас просто джекпот. Да, потому что описание запахов в литературе, это очень крутая вещь. Благодаря запахов и вкусам можно воскресить целые куски памяти. Да, например. Ну, классический пример, я о нем буду рассказывать на одной из лекций. Кажется, про Пруст, помните, да? По направлению к Суану, где герой макает печеньку в чай. И дальше там 300 страниц воспоминаний просто от вкуса этой печеньки. Короче, перекрывая канал восприятия, один, два или несколько, мы переносим всю нашу энергию на оставшийся герой. И начинаем лучше видеть, лучше слышать, лучше вдыхать. О, я вижу, что кто-то это делает на постоянной основе. Елена часто болеет, во много дней проводит дома, когда надоедает ей, закрывает глаза, и дом становится совершенно новым и непривычным. Да, Елена, отлично. 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 То есть я сочувствую вам и вашей болезни, но вы нашли очень правильный способ бороться с этим. Я нюхать. Пишет Анастасия. Здорово. Это здорово очень. Это ваша писательская суперспособность. Одна из... Потому что, конечно же, то есть, с одной стороны, мы равны всем перед Богом, перед законом и так далее. Но, с другой стороны, мы, конечно, очень разные. И мы должны научиться понять наши сильные и слабые стороны. И вот что-то, что мы воспринимаем всю жизнь как наш недостаток, ну, например, кто-то неловкий или кто-то подслеповат или что-то такое, на самом деле это наше достоинство писательское. Друзья, зачем это все, да? Ну, помимо того, что это прикольно, тренирует нашу осознанность и так далее. Зачем это все писателю, нам с вами? Ну вот, давайте на помощь Набоку мы завел. Ну, давайте почитаем «Защиту лужин» вместе со мной. Помните? Если не читали, это классный роман. Ну, такой быстрый, его можно за пару вечеров умять. Это мой любимый роман Набокова. Я, в принципе, люблю больше перлинский период, чем американский. И еще играю в шахматы, поэтому это для меня особенно ценный текст. Давайте перечитаем фрагмент первой главы, где маленького дужина везут в школу, в город. Он должен будет жить отдельно от семьи. И давайте посмотрим, какие наблюдения используют Набоков и зачем он их использовал. Смотрите, я даже прочитаю этот фрагмент вслух, а вы, он на экране, можете посмотреть глазами. Сын сидел на передней скамеечке, закутанной в бурый ладен, матросской шапке, надетой криво, но которую никто на свете сейчас не посмел бы поправить. И глядел в сторону, на толстые стволы берез, которые, крутясь, шли мимо вдоль канавы, полных листьев. «Тебе не холодно?» – спросила мать, когда на повороте к мосту хлынул ветер, отчего побежала пушистая рябь по серому птичьему крылу на ее шляпе. «Холодно!» – сказал сын, глядя на реку. Мать с мурлыкающим звуком потянулась было к его плащику, но, заметив выражение его глаз, отдернула руку и только показала перебором пальцев по воздуху. «Завернись, завернись, покотнее!» Сын не шевельнулся, а нам, пуча губы, чтобы отлепилась его лентка от рта, постоянное движение, почти тик, посмотрела на мужа, молча прося содействия. Он тоже был в плаще в одене. Руки в плотных перчатках лежали на пленчатом пледе, который пологу спускался, и, образовав долину, чуть-чуть поднимался опять до поясницы маленького лужина. «Лужин!» – сказал он, сделанный веселый стиван, лужин. И под пледом мягко толкнул сына ногой. Лужин подобрал коленки. Вот крыши исп, густо поросшие ярким мхом. Вот знакомый старый столб с полустертой надписью. Название деревни и число душ. Вот журавль, ведро, черная грязь, белоногая баба. За деревней поехали шагом в гору, и сзади внизу появилась вторая коляска, где тесно сидели француженка и экономка, ненавидевшие друг друга. Кутер чмокнул, лошади опять пустились рысью. Над жневьем по бесцветному небу медленно летела ворота. Вот так. Простите за радиотеаппорт, но я знаю, что некоторым нравится слушать. Это «Защита лужина» Набоков. Ранний его роман, 1933, кажется, год. Смотрите, сколько всего... Ну, просто несварение желудка можно получить. Сколько всего здесь происходит в этом коротком абзаце. Сколько здесь всего Набоков понаблюдал. Набоков, пишет Юля. Это не тот, кто описывал старого извращенца и малолетнюю развратницу, но так красиво, что много их слюни текут по сей день. Нет, вы перепутали, мне кажется, другим писателям. Тот, кто описывал двух очень одиноких людей, один из которых действительно психически болен, но при этом изнутри этого психически больного человека, изучив его просто до дна. Да, это по-английски вообще отлично. Но я все-таки больше люблю русского Набокова, берлинского. Так вот, смотрите, на что вы обратили внимание в тексте? Что вам тут запало в душу? Пишите конкретные какие-то вещи, может быть. Или, если хотите, вы можете написать, что он делает и зачем. А если хотите, то, может быть, просто. Понравилась ворону, да. Вот, Анастасии понравилась плавность перехода. Количество говорящих деталей. Он все каналы восприятия использует, Светлана. Конечно же. Мальчик ненавидит, когда на него дотрагиваются. Да, Елена. И это супер важно, да. То есть это все говорит про отношения в семье. Хотя дальше будет там еще много-много страниц про его отношения. Но мы все понимаем от этого вот. Выражение глаз и от зернутой руки. Множество деталей. Множество деталей. Много информации погружает в транс. Это мой голос погружает в транс, мне кажется. На Покова все окей. Но да, тут действительно избыточное количество информации. То есть даже по сравнению с обычным Набоковым. А у него высокая концентрация деталей в тексте. Но тут их избыточное количество. Почему? Что происходит в этот момент? Ну, если вы читали, то вы понимаете. Да, Полин, конечно же. Конечно. Он прощается со всем привычным миром. Его везут в школу, и он не очень этому доволен. То есть, точнее так, последняя часть – это сцена прощания. Но Набоков постоянно меняет камеры. Крупный план, средний план, общий план с другой стороны, с третьей, с пятой, десятой. Он показывает и проблемы в их семье, и проблемы между родителями, и между ними и Лужином. И проблемы даже между экономкой и француженкой. Так вот между делом он рассказывает целую историю вражды. Буквально за две строчки. Но главное, Полина, вы правильно сказали, это сцена прощания. Когда мы с чем-то прощаемся, мы хотим это как в последний раз запомнить. Мы запоминаем это, всасываем всеми чувствами. Галина тоже очень хорошо подметила. Это движение. Ведь это движущийся экипаж, быстро движущийся экипаж. И вот эта смена деталей, она подчинена здесь у Набокова именно законам движения. И тут очень круто, особенно круто, эти толстые стволы берез. Я специально сел в машину и поехал в березовую рощу смотреть. Не вперед, а смотреть, как они крутятся по бокам. Да, они крутятся именно так, как описывает Набоков. Это очень здорово найти. Движение и прощание. То есть не просто навалить побольше деталей, чтобы усладить зрение и другие чувства. Нет, это все Набоков зачем-то. И вам это будет зачем-то. Он не использует ни одного общего слова здесь. Ни одного простого определения. В семье конфликт. Нужно грустно. Ничего такого. А знаете, почему Галина Ворона не изменила движение? Потому что мне кажется, что камера пристегнута в нее к пузу. В какой-то момент мы видим это с антиквичевого полета. Но да, действительно, Ворона нужна, потому что это одна из точек отсчета. Около где-то плывет. Вот. Слушайте, и это один маленький фрагмент всего лишь. О, как интересно. А вы удивились толстые стволы берез. Я знаю, что бывают толстые стволы только у одиноко стоящих берез. У тех, которые вдоль дороги не толсты. Потому что те березы, которые мы видим сейчас вдоль дороги, это, как правило, молодые специально высаженные березовые рощи. Тут надо понимать, что это сто лет назад. И рощи выглядели совершенно иначе. В Литве тут культ леса. И тут есть такие специально охраняемые старые леса. Как правило, хвойные, но есть и старые березовые рощи. И вот они прям толстые. Удивительно толстые. Вот. Смотрите, как может Набоков. И, соответственно, как можете вы. Потому что эта технология, технология Набоковского письма прекрасно изучена, многократно спародирована. Да, множество мастеров, в том числе Сорокина. У Набокова есть прекрасные продолжатели в наши дни. Например, я очень советую почитать Михаила Шушкина «Взятие Измаила». Это недавно, в 90-е вышел роман, очень хороший. И такой же, также полон жизни, полон вот этих вот деталей. Но не просто они вывалены на нас из ведра, а они все с какой-то сверхзадачей собраны. И все это Набоков получил, наблюдая. Наблюдая и потом вспоминая. Потому что, конечно же, в Берлине это написано, в Берлине совсем другие березы. В Берлине помню. Кто в Берлине? Есть в Берлине березы? Я запомнил дубы берлинские. И запомнил, как желуди в октябре очень шумно падают. И в каких-то таких особенно тихих и престижных районах западного Берлина все, что слышно, это тук этих желудей. Нет машин, нет людей, только желуди. Есть березы в Берлине? А вот Екатерина пишет, что в Западной Германии упитанные. И в Восточной худосочные. Будто разница режимов отразилась даже на стволах деревьев. Но там не только разница времени высадки, но и еще разные виды берез. Климат отличается. Но вообще хорошая метафора. Хорошая метафора. Марина, я искренне надеюсь, что нет, этого не произойдет. Хорошо. Итак, давайте подведем некоторые итоги. У нас есть три уровня наблюдения. Я рассказал про два. Первый уровень – это безоценочное наблюдение, когда мы просто смотрим на кота и фиксируем, как он передвигается. Второй уровень – это остраняющее наблюдение. Когда мы смотрим на какой-то привычный процесс и разлагаем его на детали. Какую-то выделяем, какие-то, может быть, шутку меняем. Местами, например, не человек наливает кофе, а кофе наливает человека. Ладно, это бред. И важно. Короче, второй уровень – это остраняющее наблюдение. И третий уровень – это вовлеченное наблюдение. Когда мы сами участники той сцены, которую мы наблюдаем. И когда мы наблюдаем не со стороны, когда мы наблюдаем, пытаемся проанализировать свои собственные отношения с наблюдаемым объектом, с наблюдаемым человеком. Я предлагаю вам, я вам говорил вначале, что я попрошу вас проследовать за человеком на улице вашего города. Перед тем, как я отправлю вас в этот путь, я расскажу вам несколько правил увлеченного наблюдения. Это элементарные правила безопасности, экологичности и нетоксичности. Во-первых, выберите безопасную точку обзора. Если вы сидите в кафе, грубо говоря, выберите ту часть, с которой хорошо все просматривается. Используйте отражающие поверхности. Если у вас есть витрина, например, в которую можно смотреть и наблюдать за каким-то человеком в зеркальном отражении, используйте. Неброская одежда и какое-то типичное поведение. Да, пособие для белорусского тихаря, Александр. Точно. Нет, я очень не уважаю сотрудников органов, поэтому не используйте это, чтобы нанести кому-то вред. Используйте это, чтобы наблюдать. Да, солнечные очки, конечно. Но если вы наденете солнечные очки в зимнюю погоду, это привлечет к вам внимание. И вы будете как стереотипный шпион. На пляже, конечно. Старайтесь вести себя так же, как ведут себя окружающие люди. Если вы в Италии, вы читайте газету, как это делают итальянцы. Если вы в Северной Европе, сидите в телефоне. Да, или в Москве. Если объект проявляет какое-то недовольство, чувствует себя некомфортно, немедленно снимаете наблюдение, ваша задача получить какие-то впечатления, а не напугать человека или, не знаю, нанести ему какой-то моральный вред. Сейчас, одну секунду. Жена к жене пришла подруга. Они открывают шампанское и делают это очень громко. Даже наушники с шумоподавлением не помогают. И это мой уровень аудионаблюдения. Короче, вот вооружившись всеми этими простыми навыками, идите в город. Я понимаю, что погода сейчас не очень. Выберите солнечный денек. Выберите жертву. Ну, я назвал ее жертву так. Выберите объект. И пройдите, проживите с этим человеком какой-то кусочек его жизни. Подмечайте, как он ходит. Как он реагирует на городскую повседневность. Как он выдыхает воздух и застывает ли пар. Когда он выдыхает воздух. Фантазируйте о нем. Попытайтесь по каким-то мельчайшим подробностям его движения, его вида представить, как он. Я уверен, многие так играют. Придумывают что-то про прохожих. Но я хочу, чтобы вы сделали это прям сознательно. Проживите с этим человеком. Он я написал тут пару часов. Ну, это, конечно, высший левел. Проживите хотя бы 10 минут. И дальше напишите по итогам этого текста, это наблюдение, рассказ, преследование. Только думайте о себе, как о персонаже. Тоже. Зачем вы идете за этим человеком? Зачем вы за ним наблюдаете? В чем ваша задача? Может быть, вы сыщен, работник органов в пол. А может быть, вам одиноко и пусто, и вы убиваете время. А может быть, что-то еще. А может быть, вы влюбились на эту тару. А может быть, вы готовите ему сюрприз. А может быть, наоборот, собираетесь его убить. Придумайте ту историю, которая отзывается в вашем сердце. И напишите ее. Но очень важно, чтобы в основе этой истории были реальные вещи про этого человека. И про вас тоже. Наблюдайте и за собой тоже. Совершенно верно, Ольга. Главное, не заиграться. Вот. Друзья. Вот все, что я хотел сегодня вам рассказать. Это обязательная программа. Сейчас начнется произвольная, как в игруном катании. Только вот смотрите. Я обещал вам промокод. Промокод наблюдения. 10% скидку он дает, оказывается, на весь курс. Где я, напоминаю, даю две лекции. Вот. До 9 февраля здесь успех. То есть совсем три дня у вас осталось. Вот. А сейчас у вас есть вопросы. Точнее, у вас есть время на вопросы. Вот. Вот. Я сейчас выведу себя на экран. Вы можете подписаться на мою телегу или на мою инсту. Вот. Найти меня. И задать какие-то вопросы мне в личку. Я честно отвечаю на них. Но поскольку вопросов всегда много очень, я отвечаю медленно. Поэтому лучше всего спросить меня что-то прямо сейчас. О чем угодно. О теме лекции. О моем писательском, не знаю, образе жизни. О том, что лично вас помню. Что угодно. Я здесь для вашего удовольствия. Спасибо вам за прекрасные истории. которые вы успели рассказать мне в чате. И спасибо вам за то, что вы такие прикольные люди в разных городах и странах. Хорошо. Так. О, пошли уже в окно. Так. Как вы читаете как писатель? Полина, на самом деле это уже на автомате происходит. Я, с одной стороны, по-прежнему сохраняю способность увлекаться текстом. А с другой стороны, я просто себе выписываю. Охренительно. Вот тут вот Набоков или Марин Вов или там Джонатан Литтл или кто-нибудь сделал. Вот это да. Вот это надо бы повторить. А лучше сделать покруче, чем у него. Я выписываю конкретные приемы, да? Я сопоставляю эту моментальность с чем-то, что видел у других авторов. Не только писателей. Да, я смотрю как писатель. Да, я хожу в картинную галерею как писатель. Короче, я сосредоточен на приемах, которые использует автор. Мы все считываем приемы, конечно же. Но после определенной практики ты начинаешь видеть прежде всего их. И это очень прикольно. За кем вы больше всего любите наблюдать? Не за кем, а где. У меня есть специальные места в Вильнюсе для наблюдения. Такие специальные кафе, где хороший очень взор. И люди проходят. Тут город немноголюдный. Людей в толпу встретить сложно. Но вот есть иногда моменты, когда они проходят толпой. Я люблю в этот момент у окна кафе просто смотреть за ними. Просто за горожанами. Как я попал на дебют? Илья, я не помню. Это было 10 лет назад. Просто выслал свои тексты и их просто выбрали. Там была самая номинация. Я ничего не делал для того, чтобы получить эту премию. Сейчас ее уже не существует. Но сейчас есть довольно неплохой лицей. Единственное отличие дебютов в плюс от лицея, что там можно было выслать любого размера текста. И я выслал 4 рассказа по 2000 знаков каждый. То есть буквально 8 страничек текста и победил, выиграл миллион рублей с этими четырьмя рассказами. И после этого стараюсь писать только ультрамаленькую прозу, ультракороткую. Ну, короче, повезло. Как вкусно описать внешность? Во-первых, Надежда, слово вкусно под запретом. Это вкусно, это не значит ничего. Но как описать внешность? Зачем вообще мы описываем ее внешность? Надежда. Давайте зададимся таким вопросом. Чтобы что? Чтобы показать через это характер человека. Или мы показываем характер не человека, чью внешность описываем, а характер наблюдателя. В зависимости от того, какая перед нами стоит задача, мы будем действовать по-разному. Если мы хотим описать характер наблюдаемого, то тут гуглевский метод. Это один из методов, один из тысячи методов, но я его люблю. Гоголь берет какую-то одну черту характера и усиливает ее до невозможности. Например, Ноздрев, такой помещик. Я буду об этом на лекции говорить. Помните, у него бакенбарды гигантские растут. А когда ему выдирает бакенбарды, потому что он шулер, бакенбарды вырастают за одну ночь снова. Но в Ноздреве и в его физической внешности, и в его поведении буйство жизни, силушки некуда зевать, это проявляется как в его поступках, так и во внешности. Вот найдите какую-то деталь у вашего героя и усилите ее в тысячу раз. Это один из способов. Наблюдение – это рефлексия. Чем ты глубже внутри, тем больше ты замечаешь снаружи. Что делает вас глубже? Я не совсем понимаю, я не считаю, что наблюдение – это рефлексия, что это обязательно рефлексия. Но что делает меня глубже? Я могу ответить на этот вопрос. Лес. Лес, море, ночной город, горы. Какая-то что-то огромное рядом со мной. Я начинаю чувствовать глубину мира в этот момент. Свою маленькость по сравнению с этим миром. И парадоксальным образом, часть этой глубины как-то передается и мне. Я чувствую себя глубже. Когда я в контакте с какими-то большими, безвечными вещами. Я очень отдыхаю в лесу, конечно. Вот такой вам ответ. Не поможет вам, наверное, но зато он честный. Как я издал свою первую книгу? Да, конечно, я не издавал сам. То есть вообще издавать за свой счет считается плохим тоном. Хотя сейчас я не знаю. Сейчас кризис издательского дела, не говоря уже о войне и так далее. Непонятно, как все будет. Но меня просто нашли. Меня нашел мой редактор первый из издательства АСТ. Вторая книга была в редакции Шубиной, а первая в редакции Данишевского. Он просто нашел меня и сказал, что я хочу издать. Твою книгу. Я не знаю, почему. Мы так это и не обсудили. Короче, главная проблема у меня была, что текстов было мало. Я не набиралась на книгу. Я собрал художественные тексты, скрестил их с публицистикой и с репортажами. И в итоге получилось, кстати, даже хорошо. Библия бедных, моя первая книга. Но вторая лучше у меня, пьяная птица, веселые волки. Вот она прям, ей я горжусь. Что я сейчас пишу, Тань? Я пишу, я собираю, только подготовительную работу веду. Меня интересует страх. Трак в российском и в построссийском обществе. То есть я изучаю не только современную Россию, но и эмигрантские сообщества. Меня интересует, как люди реагируют на угрозу. Как я сам реагирую на угрозу, выдуманную или реальную. Кто мы, когда боимся. Кто мы в моменты трусости, нерешительности. То есть такая вот саморазоблачительная в какой-то степени книга. Короче, страх я хочу изучить. У нобелевской лауреатки этого года, они верно, есть прекрасная книга, она называется «Стыд». Где она изучает все аспекты стыда во Франции после войны. И вот я хочу писать книгу, которая называется «Страф». Но я в начале пути только. Это очень тяжело, потому что война, она как бы... Я бросил большую книгу, которую я писал. Много лет я бросил, наверное, на полпути. Потому что я понял, что она не имеет смысла. Язык, которым я писал, он устарел. И я сейчас еще новый язык. Это достаточно болезненно. И многие писатели сейчас, и начинающие, опытные, они в такой ситуации. Какие истории привлекают больше Светланы? Мрачные или веселые, ироничные? Меня я не так воспринимаю. То есть я не через эмоцию подключаюсь к тексту, а через какие-то находки. Но вообще говоря, самое прикольное, если у вас в тексте есть весь спектр эмоций. Да, грустный юмор, веселая мрачность. Я люблю такое. Мне кажется, 20 век и 21 век, он про более сложные оттенки чувств. Насколько можно совмещать разных людей? Например, брать внешность, походку, третье что-то еще. Или так можно ошибиться? Можно ошибиться, но тем не менее экспериментируйте, Ирина. Потому что все писатели так делают. Но разумеется, если вы дадите, ну смотрите, даже если вы дадите старику глаза ребенка, это будет не ошибка. Это будет что-то новое в этом старике. Какая-то особенная деталь. Так что не пугайтесь. Вообще, возможность ошибки исключите из вашего лексикона и из вашей жизни, если вы писатели. Это только то, что школьное сочинение пишет. Вот он может ошибиться и получить двойку. А мы двойку не получим. Как вы относитесь к почте Дины Рубина? Я не люблю Дину Рубину и не люблю литературу ее поколения, такую основанную на байке. как бы. Я даже Давлатова не люблю, который та же Дина Рубина, но выше уровня. Но это не важно, что я люблю и что не люблю. Я знаю, что у них, если вы хотите писать прозу определенной техники, можно многому научиться. Где я работаю? Я работаю писателем. Это редкий случай, когда я работаю писателем. Я преподаю литературное мастерство. Я даю частные уроки литературного мастерства. Я учу других людей писать. Я не пишу за них книги сам. Я не госайтер. Я помогаю вашим книгам становиться лучше. Помогаю вам найти вафли книгу. Вот это моя работа. Это лучшая работа на свете. Вообще говоря. До этого я был много лет журналистом. У меня такой достаточно серьезный опыт и тяжелый. В журналистике, но сейчас, если я точился на преподавании, это очень хорошая работа. Арина, не стыдно, что не стыдно не любить Давлатова. Ура! Спасибо, что признались. Бывает, что в какой-то момент вы начинаете ненавидеть все, что наваяли. Юля. Нет. Такого чувства уже нет. Оно было на ранних этапах, но сейчас нет такой острой реакции. Я переосмысляю все, что я написал. Я вижу, что что-то мог бы сделать лучше. Я вижу, что я перерос какие-то тексты. И это нормально. Мы перерастаем наши тексты. Главное периодически делать новые. Поэтому, да, бывает. Если мне что-то там прям совсем не нравится, я просто забываю об этом и пишу, что-то бывает. у Кульнара поподробнее про устаревший язык, что изменилось. Я пока не могу это сформулировать даже, но у меня есть ощущение, и оно периодически появлялось у писателей в истории, что я писал слишком красиво. Я писал слишком хрустально, слишком продуманно. Сейчас нужно что-то из такого грубого бетона, а не из хрусталя. Это не нужно в принципе, лично мне нужно. Для меня язык бетона сейчас более адекватный в реальности. Не знаю. Это не только с войной связано, конечно, конечно, она очень многое поменяла. Может быть, это просто возраст, определенный этап моей эволюции. Можно же посмотреть, как резко некоторые писатели меняли стиль. Обычно, правда, это трагические события. Смотрите, как пишет ранний Заболоцкий. Это великий модернистский поэт европейского уровня мирового. И так он пишет после того, как его 10 лет, по-моему, он был в лагерях или скоро. У него по-прежнему есть очень сильные поздние стихотворения, но этот человек потерявший что-то очень важное. А некоторые наоборот. Некоторых и трагедия наоборот структурирует. Страх это отсутствие любви. Видите, Варвара, спасибо, вы сделали всю мою работу. Может быть, вы правы, что страх это отсутствие любви, но если сводить жизнь к лозунгам, пусть даже эти лозунги правильные, то мы жизни не останется. Есть ли конкурсы для начинающих без возрастного ценза? Да, их полно. Волошинский конкурс, кажется, без возрастного ценза. Сейчас для меня, понимаете, проблема не в возрастном цензе, я никак не могу понять, кто зигует из организаторов, а кто нет. Мне не хочется иметь ничего общего с уропатриотическими конкурсами. Ну вот, Волошинский конкурс хороший. Там нет возрастного ценза. Там в этом году одна из моих учениц, замечательная писательница Аня Лужбина, выиграла то ли второе место, то ли первое, даже, не помню. Ну, почитайте. Приятно ли мне писать, много ли я редактирую? Я очень много редактирую и стараюсь избавляться от этого, потому что если ты много редактируешь, ты в какой-то момент теряешь любовь к своему тексту, ты устаешь от него. Но поскольку я еще работал много лет редактором, то это привычка, такая хорошая, профессиональная привычка, но лично мне нужно от нее избавляться. Мне нравится писать, но мне тяжело писать. мне тяжело войти в это состояние письма. Но когда я в нем, для меня не существует ближайшего мира. о чем мой подкаст? Гелен, я давно не у меня нет подкастов уже, но у меня был подкаст «Темная материя», и у меня было целое радио, там было много подкастов. Он был про людей, про то, как среда влияет на людей, обстоятельства меняет людей, например, про то, как жизнь в различных городах меняет человека в различных климатических условиях, или различные отношения к сексу, как она меняет человека, и так далее. Посмотрите, прикольно будет подкаст. Я стараюсь даже с некоторыми героями подкастов поддерживать связь до сих пор. Чем писатели зарабатывают? По-разному. Ну, вот я преподаю и иногда делаю журналистскую какую-то работу. Чаще всего, опять же, это вопрос, какой вы стране, и что с этой страной будет через год. Насколько я понимаю, в игровой индустрии писателя ждут с распростертыми объятиями. В сериальной ждут его не настолько с распростертыми, потому что у маршала свои внуки есть, там все плотненько занято. Я считаю, что игровая индустрия и различные вообще пограничные с классической литературой, традиционной литературой зоны, вот это место, где вводятся деньги. То есть, если вы будете рассказывать истории не только при помощи буквок, но еще как-то, я думаю, что вы заработаете на жизнь. Влияют ли политические взгляды на писательство? Хочется ли пропагандировать свое творчество? Да, влияют, все влияет на писательство. Я, например, долгое время был прям такой левый-левый, и это сильно отразилось в моих книгах. То есть, там у них темы социальной справедливости, неравенства, они такие важные были. Но очень важно не быть индоктринированным. То есть, когда ты просто ведешь читателя к какому-то выводу, неважно, политический он или какой-то религиозный, или что-то ты понял про жизнь и хочешь немедленно это всем донести, получается плохо. Не ведите читателя короткой дорогой никуда, ни в политику никуда. Понятно, что бывают очень хорошие политическое искусство. Брехт, например, который мог прервать пьесу и его герой мог сказать, ну, это все прекрасно, но давайте поговорим о реальных проблемах, как мы будем бороться с фашизмом. То есть, такие вот прям публицистические вставки в текст, это прикольно, но это очень редкий талант, прям редчайший талант. Может быть, он востребован в наши дни будет, не знаю. Как писатель ходит в картинные галереи и придумывает истории? Нет, Арина, я не придумываю там истории, я смотрю, если хорошая выставка, такая исторически организованная, я смотрю, как по-разному художники переосмысляют свой язык, то есть, в какой-то момент там импрессионизм это была реакция на станковую живопись, фавизм был реакцией на импрессионизм, то есть, как они враждуют друг с другом, поколение с поколением, и я пытаюсь найти свое место, да, в борьбе языков, такое, я смотрю, там, не знаю, к нам Орхола привезли, да, поп-арт, я не очень его люблю, но я сходил, посмотрел на Орхола и думаю, интересно, реакции на что стали эти бесконечные банки томатного супа, это очень интересно, это очень, очень много думаешь про общество, картины галереи, и про язык, искусство, а у нас же много очень общего писательства языка, языка художников, это междисциплинарные вещи, еще вопрос, я хочу попасть на конкурс, проза еще почти закончила, но как-то не уверена в этом действии, что можете посоветовать, я советую закрыть глаза и прыгнуть, Анастасия, или, как говорила моя бабушка, не корову проигрывай, если боитесь, не бойтесь, и все, делайте, отправляйте, тексты, стучитесь с этими текстами во все двери, выигрывает не самый талантливый, к сожалению, потому что талантовых людей очень много, вы талантливые, судя по всему, выигрывает настойчивый, это очень горький урок, который я усвоил, я недостаточно настойчив, не знаю, как с этим бороться, но знаю, что если вам хочется на какой-то конкурс, нужно просто взять и послать туда текст. Пользуюсь ли я программками, чтобы выстроить сюжет? Нет, не пользуюсь, хотя я не против программок, я даже, знаете, не против чего, я считаю, мы с женой очень часто об этом спорим, я считаю, что многим писателям неплохо бы работать в сотрудничестве с нейросетями, оформители уже работают, и получается неплохо, я думаю, что и писатели будут использовать нейросети в какой-то степени, в жанровой литературе, литературе, где понятны рецепты, так что я лично не пользуюсь, но не против такого. О, еще вопросы, боже мой. Во, вы видите своих героев цветовых пяток картин, Арина, прекрасно, это очень круто. Я вот хоть не визуал, но просто что-то красивое меня наводит на какие-то мысли очень часто, какие-то идеи. Я могу увидеть, например, до сих пор помню, летом мы ездили наше заморье под Палангой, и я увидел дюны и увидел яблони. Видимо, это было 85 лет. Яблони и яблоки. И вот это очень редкое сочетание моря, песок и яблоки, я подумал, что неважно, про что это будет написано, но я хочу текст, в котором будут яблоки и песок. То есть вот так. Можно сказать, что я подумал как художник в этот момент. Наверное. Озвучиваю ли я книги? Я озвучивал свою собственную книгу «Яна и птица веселые лопки». И делал какие-то рассказы, когда у меня было радио. Я люблю это дело, но не на постоянной основе, потому что платят за это копейки, а труд это большой. Поэтому какие-то тексты я люблю очень читать вслух. Надежда, а я ничего не написал пока. Точнее, написал, но не опубликовал. Если вы про яблоки спрашиваете. Что вы скажете о детективе? Пропустил вопрос. Простите, я действительно много пропускаю, а в чем вопрос? Что я скажу о детективе? это очень общий вопрос. Уточните, пожалуйста. Как отношусь к какому? Что вы скажете про солнце, Евгений? Я люблю на него смотреть, не щурясь. Я считаю, что детектив прекрасный жанр. Я вообще считаю, что это очень хороший подход к классической литературе, такой высокой так называемой, искать там жанровую основу. например, подходить к Достоевскому как к мастеру детектива, или к Пушкину как к мастеру триллера разбойничьего романа. Потому что это оно или Диккенс, очевидно, что автор детективов. Мне интересны такие тексты, когда жанровая основа преобразовалась. Я люблю Борхеса, я люблю Чапика, я люблю Лема, которые все не считаются мастерами детектива, но они очень заинтересованы были в этом жанре и как-то его обыгрывали, как-то его разрушали по-своему каждый. То есть да, детектив это... Я просто считаю, что теория жанров, которой мы все пользуемся, она фигня полная. Это издательская, маркетологическая фигня, что нет никаких детективов, фантастики, любовных, что эти способы упаковать истории, они отжили свое. То есть я считаю, например, что у Честерфилда, фу, господи, у Честертона, простите, больше общего с, не знаю, с Эсхиллом, чем с Куна Дойлем. И вот Честертон и Эсхилл, они оба в каком-то своем жанре творят, в жанре откровения. То есть старайтесь не мыслить рамками жанра. Это убивает творчество. Это позволит вам написать 10 хороших детективов, но вы сможете писать только детективы. открыть для себя Агату Кристи только сейчас. Прикольно. Прикольно. Я люблю, вот еще раз хочу сказать, что из классических, из тех, которые считаются классиком эффективом, я люблю очень Честертона, потому что он всегда исследует не какое-то конкретное преступление, он исследует весь миропорядок. То есть у него всегда под угрозой не закон, в смысле уголовный кодекс, у него под угрозой закон, который правит Вселенной, законы добродетели. Это очень интересно, как он масштабирует преступления и масштабирует Игору Сыщик, у него уже очень особенный сыщик, отец Браун. Он скорее пытается проявить милосердие любой ценой, чем посадить преступника. Ну, короче, из классиков я люблю Честертона. Друзья, я наверняка пропустил какие-то вопросы, не стесняйтесь их повторить. Спасибо. друзья, спасибо вам за теплые слова. Записывайтесь на курс, где я преподаю, и записывайтесь на мои курсы тоже. Можете спросить меня о них в телевизии напрямую. Сейчас я вам выведу на экран финальную эту самую картинку с промокодом еще раз. Меня просили об этом. Минуточку. Вы пока вопросы вспоминайте. МСДАт говорят, это сейчас нормальное, не хуже издательства. Не знаю, возможно, времена меняются, и ваша же задача какая? Ваша задача найти своего читателя. Если вы находите своего читателя по своим каналам, прекрасно. Если вам издательство помогает, это еще лучше. Например, авторам фандома, многочисленным, с миллионами читателей, им не нужны издательства, им не нужны редакторы. Они напрямую поставляют литературную продукцию, так сказать, изо рта в рот. И прекрасно. Это тоже форма существования литературной жизни. Вполне. И самоздат может быть, наверное, хорошим. Тоже. Вот. О, Феликс показал кота. Да, он очень милый, действительно. Очень говорливый, но сегодня вел себя хорошо. Получается ли, что пишете роман, хороший сюжет, герой классный, но внутренней сути не ясно, на чем вообще это написано. Надо ли понимать, копаться и до конца искать ключи. Я считаю, что если вы перестали понимать, зачем вы пишете роман, то лучше отложить этот роман. Во-первых, это все не зря. Вы можете использовать коллизии героев в чем-то другом. Раздербанить ваш роман на кусочек, например. Во-вторых, иногда надо просто подождать. Просто не теребите ваш роман, пусть он вдохнет. Нельзя ходить в качалок каждый день. Нужно это делать хотя бы через день, чтобы мышцы успели вдохнуть. Точно так же и с текстами, с которыми вы работаете. Анастасия, волошинский конкурс Волошин. Максимилиан Волошин. Воронежский конкурс Воронеж я тоже очень люблю, хоть и заболел там ковидом. Надеюсь, что будет и в Органежской конкурсе. Друзья, я еще чуть-чуть побуду с вами несколько минут, потом пойду пить шампанское с женой и подругой. Если вопросов нет больше, раньше я говорил вам до встречи в Великой Русской Литературе. Сейчас я не знаю, что будет с Великой Русской Литературой, даже через полгода. Поэтому просто говорю вам до встречи. До встречи где-нибудь и ничего не бойтесь, пожалуйста, и творите свободно. Я знаю, что это легко так сказать. Творите свободно. Потому что многим из вас нужны советы, подпорки какие-то, понятные трюки. Но получив все эти советы, подпорки и трюки, вы однажды поймете, что все, что вам нужно, это полная внутренняя свобода от рамок. Потому что литература, это может быть, ну, не только литература, искусство в целом. Это одно из последних мест в мире, где эта свобода по-настоящему осталась. Вот. Поэтому мира всем, особенно мира и свободы. Всех обнимаю. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok